Здравствуйте, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня поговорим о подготовке школ к новому учебному году. В родительских чатах продолжает появляться информация о том, что якобы новый учебный год может начаться и пройти в дистанционном режиме в связи с ситуацией по коронавирусу. В пресс-службе Министерства образования Ульяновской области опровергли данную информацию. Никто не собирается заменять очную форму обучения на дистанционную, а новый учебный год планируется начать в традиционном формате, сообщили в региональном Минобре. Что касается подготовки школ к новому учебному году, она ведется активными темпами. Во всех образовательных учреждениях кипит работа, осуществляется ремонт и благоустройство прилегающей территории. Например, в школе номер 37 ведется капитальный ремонт. Об этом рассказала Алсу Айзатулина, депутат Ульяновской городской думы. Не за горами новый учебный год. Поэтому сегодня во всех наших образовательных учреждениях округа кипит работа по подготовке к данному мероприятию. И мне, как депутату этого округа, удалось добиться выделения денежных средств на проведение вот этих мероприятий. Во всех сейчас учебных заведениях идут работы как по ремонту зданий, так же и по благоустройству территории. Информацию о ремонте в школе номер 37 подтвердил директор этого образовательного учреждения Игорь Комиссаров. Он же сказал о капитальном ремонте спортивного зала школи и о ремонте кровли. При подготовке школы к 70-летнему юбилею, которую мы отметили в сентябре 2019 года, была утверждена дорожная карта поэтапного капитального ремонта школы номер 37. В рамках первого этапа школа получила 10 миллионов 526 тысяч рублей. На эти средства ремонтируются два объекта – спортивный зал и ремонт кровли. Капитальные средства – это потребовал спортивный зал. Был заключен контракт, проведены конкурсные процедуры. И будет установлена многофункциональная спортивная площадка. Три в одном – баскетбольная, волейбольная и мини-футбольная, имеющая ограждение. И что самое, значит, очень ценное – это травмобезопасное резиновое покрытие. Следующий этап – это система холодного и горячего водоснабжения, автоматическая пожарная сигнализация и переход к интерьеру классов. В школе номер 61 также ведется ремонт. Полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Об этом проинформировала директор учебного заведения Эраида Иванова. В школе запланирован поэтапный масштабный ремонт, рассчитанный на целых три года. В этом году началась большая подготовка школы к новому учебному году. Начался трехгодичный ремонт школы. Сейчас рабочие делают фасад школы, утепление, штукатурка, покраска. Также будут вестись ремонтные работы на кровле. Будет обновлено освещение территории школы. Кроме этого, будут работы по замене беговой дорожки. Это в этом году. На будущий год также запланированы очень большие работы. Это и установка хоккейной площадки, и ремонт актового зала, спортивного зала. Ремонт кабинета хореографии, ремонт лестничных маршей, электротехнические большие работы должны быть проведены в школе. И мы надеемся, что все будет сделано, и ребята будут очень довольны, и родители тоже. Кроме того, около 8 миллионов рублей выделено на противопожарные и антитеррористические мероприятия в школах Ульяновской области. В этом году запланирован ремонт кровли сразу в шести школах. Номер 1, 5, 7, в 200-й, в Плодовой и в Отрадненской. В Плодовой школе ремонт кровли уже выполнен в полном объеме. Также здесь завершены работы по установке нового ограждения. Ремонт спортивного зала будет приведен еще в одной школе, пригородной зоны, в образовательной организации села Кротовка. На сумму около 3 миллионов рублей здесь проведут мероприятие по созданию доступной среды для учащихся. Работы по благоустройству в рамках программы «Школьный двор» запланированы еще в 12 школах нашего города. Здесь будут отремонтированы ограждения и восстановлено уличное освещение. Особое место при подготовке к новому учебному году уделяется об устройстве спортивных площадок и школьных дворов. Новое спортивное оборудование установят на территории сразу 10 школ. Таким образом, подготовка к новому учебному году идет в штатном режиме. Новый учебный год должен начаться в привычном формате, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Никаких поводов для паники нет. Уважаемые ульяновцы, чаще мойте руки, надевайте защитные маски и перчатки в общественных местах. И, пожалуйста, берегите себя. А самое главное, не поддавайтесь на провокации, никогда не паникуйте и доверяйте только проверенным источникам информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин